Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семен на Чемоданах. С вами я, Славян. Сегодня вас приглашаю в новый влог. И сегодня начинается масленица. 28 февраля, неделя будет масленицы. Мы хотим, вчера задумали, что будем готовить в этот раз много блинов. Мы пока сидим дома, поэтому нужно не упускать такую возможность и готовить, и радовать детей, ну, естественно, себя тоже. Я не буду затягивать, погнали! Немножечко вам покажу с утра погоду. Видите, у нас те сугробы, которые подали, они потихонечку начинают таять, мы потихонечку перекатываемся в плюсовую температуру. Но сегодня на улице с утра минус 5 я сегодня посмотрел. Вчера вот из этого сугроба я вытаскивал свою машину, вот, и, в принципе, это успешно получилось. Иду сейчас в Вайлдберрис. Мне там кое-что пришло. Сейчас покажу, пока Настенька с миром спит. Старшеньки уже проснулись. Я решил, что нужно приготовить блины. Честно говоря, я ни разу этого не делал, но всегда, в принципе, наблюдал, как это готовят. И очень достаточно прокачался, когда мы запускали очередной YouTube-канал с моим товарищем по готовке. Вот, ну, фудблогерство такое. И он там хорошо готовит и показывал мне, как готовить блины. Поэтому, в принципе, опыт есть. Я еще открыл рецептик и сейчас попробую это все дело организовать. Так, и для тех, кто хочет тоже приготовить блинчики, я оставлю рецепт в описании, в пропорции. А так вот, смотрите, молоко, значит, стакан воды, яйца, соль, сливочное масло, мука, сахар и какая-нибудь тарелка, чтобы это все дело замешать. Муку берем рисовую. Ну, мы просто такую всегда покупаем. Берем венчик и взбиваем. Такая штука у меня получилась. Сюда же надо еще добавить молоко, кипяток и масло. Так, у меня получился один блинчик. Я не знаю, ну, вроде такой прикольный. Ну, посмотрим, как он будет на вкус. Сейчас напеку и покажу. Я пока продолжаю готовить блины. Проснулась Настенька и Мирончик. И сегодня у Мирончика еще 5 месяцев. Маленький Настенький. Поздравляем. Ну, посмотрите, какова красота. Цвет изумительный. Не знаю, пока что на вкус. Пробовать пока не буду. Но мне кажется, для первого раза блины получились уже очень даже ничего. О, прикольно. И мы решили, что нужно еще сделать с фаршем. Вот, а чуть позже сделаем еще и с творогом. Смотрите, какая красота получилась. Это блинчики с мясом. Это будут блинчики со сметаной и со сгущенкой. Как тебе, Радюлька, нравится? А, сынок? Не-не-не-не-не. Ждем, когда я накрою до конца. Многие женщины жалуются на то, что блинчики очень долго готовят. И пока ты готовишь, дети подбегают, все хватают. И, по сути, когда ты заканчиваешь, блинов-то уже нет. В моем случае все произошло по-другому. Они прибежали, я всем сказал, ждем, и все. И вот такая замечательная порция у нас на столе стоит. Это мы вот так набираем водичку в Краснодаре. Мы вышли все дружненько погулять на улицу. Вам Настенька пост пишет на инстаграм, подписывайтесь. Сегодня же Мирончику пять месяцев. Настенька там тыкает по кнопочкам. Пацаны, он там в коробке в футбол играет. А мы с Мирончиком ходим. Мирончик спит. Сегодня у нас вообще прекрасная погода. Сегодня будет до плюс трех. И самое, что интересно, что с сегодняшнего дня все. У нас прям весна. Будет только плюсовая температура. На этой неделе вроде даже до плюс девяти обещают. А на обед я готовлю наш традиционный суп, который, в принципе, мы готовим чаще всего. И еще я решил снова приготовить блины, но на этот раз с цельнозерновой муки. Вот, они будут поплотнее, но, по крайней мере, Настенька очень сильно любит. Но она, в принципе, не совсем принципиальна. Ребятки, на самом деле масленицы ни хуй нет. Просто Настя где-то прочитала 28-й и так подумала, что января. Но нет, на самом деле с 28-го февраля по 6-й марта, по-моему, она будет. Но мы люди свободные, поэтому с 28-го января мы для себя лично объявили масленицу. Иду прямо до 6-го марта, по ходу дела, будем печь блины. Тем самым мы будем призывать побыстрее прийти в весну, в наш Краснодарский край. Потому что вот то, что сейчас творится за окном, вы сами все видели, конечно, надоело. Быстрее бы тепло, быстрее бы хотя бы плюс 10, чтобы можно было бы куда-то поехать и уже дикаринуть как следует. Ну, а вы вместе с нами. Так что присоединяйтесь в этот челлендж от Настеньки. Бегите в магазин, покупайте все, что нужно для блинов. И, конечно же, давайте вместе с нами лопать вкусняцкие блинчики. Ну, только посмотрите, какая красотища получилась. Главное, какая большая стопка. Это прям очень круто. Когда готовят блинчики Настенька, дети подходят, таскают, я подхожу, таскаю. И по сути, когда она уже выставляет все это дело на стол, то блинов там остается. У меня попробовали еще утром пацаны начать таскать. Я сказал, нет, ушли, ждем, когда я все допеку. А потом сядем и уже покушаем. Как следует и насладимся. Это что-то ловите лайфхак. А мы сейчас садимся кушать, обедаем. И после обеда пойдем с вами. Я вам покажу, для чего мы приобрели эти лампочки. Итак, лампочки. В общем, лампочки мы купили для машины, как для украшения. Я сейчас как раз нахожусь уже непосредственно в машине. Я сейчас здесь все это сделаю и вам покажу. Ну что, я все сделал. Если вы готовы, то смотрите. Посмотрите, какая красота. Вот так вот огоньки будут висеть. Выглядит, конечно, ну очень здорово. Примерно вот такой формат. Кабель очень длинный. Точнее, сама гирлянда очень длинная. 10 метров. И, конечно же, будет уходить продолжение на улицу. Например, на палатку, либо на украшение нашего лагеря. Работает от USB. Ну, достаточно. Очень длинная сама по себе гирлянда. Вон еще, моток целый. Так, открываем багажник. Шипс. Аккуратно, аккуратно. Ну, глядите, как прикольно будет смотреться. Особенно, конечно, когда это все дело будет ночью. Ну, как-нибудь вместе поедем и посмотрим на эту красоту. Слушайте, ну здорово же. Просто на улице еще светло, солнце светит. И нет возможности передать всю красоту этих лампочек. Но, уверен, на 100% будет очень здорово. Еще немножечко покажу вам кайф от машины. Вот в этих поворотных сидушках, да, на 1-2, есть ящики. Они вроде бы смотрятся как будто бы маленькие, но в них вылазит нереальное количество вещей. Я сюда убрал всякий буксировочный трос, всякие отвертки, что у меня было, химию, инструменты какие-то различные, зонтик. В общем, много всего влезло. И во второй ящик я убрал все, что нам нужно. Первое необходимое – это чайник, это газ, это кружки и непосредственно сама газовая плитка. Вот так остановился где-то, стол открыл, плитку поставил, все это дело вскипятил, разогрел и поел. Из-за того, что мы достаточно долго сидим дома, никуда не ездим, в новые поездочки, на этой есть и причина, обязательно скоро поедем. Настенька сошла с ума. Я заказала новый дом на колесах и палатку. Новые бусики, новая палатка. Пойдемте вместе распакуем и посмотрим. К вам можно? К вам можно? Не кричите только. Не кричите, не кричите, Мирончик спит. У нас сегодня будет распаковка. Мама, 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 папа, папа. Вам приехали, ваша мама и папа. Мама, папа. Так, как мы семья. Наши парни решили достать все свое, лего, лего дупло, лего всякие сити эти мелкие и собрать все. Пока Настенька здесь сейчас раскрывает, я вам все покажу. Смотрите, какой замечательный набор. Причем вот это вот, это, по-моему, Т2 или Т3, я не помню точно. Это точно Volkswagen, просто здесь значочка нету. Палаточка почти как у нас. Ну и мы, о, я, кстати, с бородой. Да, с бородой, с гитарой и я. Как папа с бородой. Только дети, короче, мы заменим. У нас уже есть Артем, Родион, Аберон. Покажите, мы их давно уже помыли. Короче, смотрите, как получилось. Аберон где? Вот такая красота у нас получилась. Посмотрите, это Настенька, это маленький Мирончик, это я с гитарой, у нас тут такой костер, это Родион, это Артем. Это наш бусик, это каяка, которой нам нужно, предстоит еще купить, палатка, деревья и белка. Вот такой вот потрясающий набор, вот который четко символизирует нашу семью. Обязательно совсем скоро куда-нибудь съездим, протестирую полностью машину. Как следует ей насладимся уже с нетерпением, жду какую-то поездку, в которой будем обязательно ночевать дикарями. Этот выпуск завершаю. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну и, конечно же, пеките блины, неважно, когда там масленица, у нас она уже началась, но вы вместе с нами присоединяйтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok